Счетная палата И некоторые недостатки, противоречия в том, что и в ФАИП еще остаются много объектов, которые заложены без достаточных обоснований и практической документации. И государственные программы не все увязаны по целям и показателям. И не учтены выводы, которые сделаны по итогам прошлого года по эффективности работы некоторых государственных программ. Показываем, что в среднесрочной перспективе несколько снижаются расходы на образование здравоохранения в процентах КВВП. На что получили ответ, что при планировании 2-3 года трехлетки, то есть следующие трехлетки, 2-3 год, эти трехлетки будут точняться. И, скорее всего, будут восстановлены эти приоритеты по своим объему, что я, конечно, с большим удовлетворением замечаю. Соответственно, мы имели несколько замечаний и к основным параметрам прогноза развития страны. В этом году мы ожидаем в счетной палате по своим расчетам, которые мы в ближайшее время опубликуем, большее снижение ВВП, примерно 4,2 до 4,8% ВВП. А в следующем году по новым пересчитанным расчетам с учетом и второй волны пандемии мы думаем, что рост не достигнет 3%, а будет в районе 2,2%. То есть существенно меньшие условия для развития. Сложнее будет создать новую инвестиционную волну. Нужны дополнительные меры для этого. И об этом придется думать в ближайшее время. И тем самым, тем не менее, мы продолжаем работать над бюджетом. В целом я бы хотел со своей стороны еще, как экспертно, сказать, бюджет, конечно, достаточно удовлетворительно или, скажем, даже неплохо справляется с теми задачами, которые стоят в кризисной и в посткризисной сроке. Но есть еще над чем работать. Продолжение следует...